Ты мой целитель Ты мой спаситель Ты мой Господь Ты моя защита Источник для меня Моя надежда Ты жизнь моя Ты мой искупитель Ты мой искупитель Ты мой целитель Мы поклоняемся Тебе Ты мой спаситель Ты мой Господь Ты мой Господь Иисус Ты моя защита Ты мой источник, Господь Источник для меня Моя надежда Ты жизнь моя Ты жизнь моя Аллилуйя Аллилуйя Иисус Слава Тебе, Господь Аллилуйя Аллилуйя Господь, мы благодарим Тебя В Твоем дивном присутствии, Господь Наши сердца обретают мир Покой Удовлетворение У Твоих ног, Господь Пред Твоим престолом Мы переживаем то, о чем Писал Августин Блаженный Не успокаивается душа наша Ни в чем Пока не обретет свой покой в Тебе Сегодня, Господь Когда мы предстоим Пред Твоим престолом И Твое присутствие Наполняет наши жизни Мы склоняемся И благодарим Тебя, Господь За то, что это Исключительно Незаслуженная благодать И величайшая привилегия Иметь право предстоять Пред Тобой Пред Твоим престолом Быть в Твоем присутствии Наслаждаться Твоей любовью Знать, что Ты принимаешь нас Любишь нас Прощаешь нас Оправдываешь нас Чтобы однажды мы могли Предстать пред Тобою В Царстве Твоем, Господь Благодарим Тебя Любим Тебя Поклоняемся Тебе И славим Тебя Спасибо, что Ты наполняешь нас И мы можем пить от Твоих источников Воду жизни дара Как Ты и обещал Сегодня наше сердце открыто Слышит от Тебя И пусть наше сердце будет доброй почвой Во имя Иисуса И весь народ сказал Аминь Слава Господу Давайте воздадим Ему Хвалу от всего сердца Аминь Аминь Садитесь, пожалуйста, дорогие Пока садитесь Скажите что-то хорошее соседу Большое спасибо, грубо прославление Большое-большое спасибо Ой-ой-ой Так замечательно и благословенно Есть два слова русских Благословение и блаженство Иногда не знаешь Какое подобрать Потому что Скажем в английском Как в общем-то Насколько мне известно и в греческом Макариос Это значит благословенный То же самое значит и блаженный То есть это благословенный До избытка Так вот, когда мы предстоим Пред Божьим престолом И наполняемся Его присутствием Что-то происходит внутри нас Самые глубокие Части нашего естества Самые глубокие части нашей души Самое глубокое удовлетворение Которое мы можем пережить Это когда мы соединяемся с Господом В поклонении и в хвале Аминь И это на самом деле Ну, можно сказать Ты благословен или ты блаженный Мы иногда говорим Благословение Ну, это то или то или то Но на самом деле Это блаженство Которое мы обретаем В его присутствии Аминь Аминь Слава Богу Итак, это на самом деле здорово И это больше, чем здорово Это такое дежурное слово Которое ты не знаешь Почему вылетает из уст Когда ты говоришь Это здорово Это больше, чем здорово Это жизнь Аминь Это наша жизнь Это то, чем мы живем постоянно Это то, что дает нам силу Аминь Бежать дальше Каждый раз, когда мы встречаемся с Ним Иначе мы можем стать Марфой На самом деле довольно легко Марфа ведь не была плохой Она была замечательной Сестрой Трудолюбивой И желающей служить Господу Однако мы все можем Временами оказываться В таком положении Когда мы бежим 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 И в общем-то Движим И самыми благими намерениями Она же не хотела Разрушить Царство Божье У нее были Очень высокие цели Очень Ну, добрые и правильные Но Добрые и правильные цели Надо Помнить всегда Что только с Господом Мы можем их правильно достичь Поэтому нам нужно Смотреть на Марию Аминь И Мария Это Та Девушка Или та женщина Из Евангелия Сестра Марфы Которая Выбрала Для себя Не то, чтобы она Не хотела служить Не то, чтобы она Не хотела строить Царство Божье Я думаю, что она Даже очень хотела Может быть и не меньше Чем Марфа Но в тот момент Она сделала правильный выбор Она выбрала Успокоиться У ног Иисуса Аминь Писание говорит Что мы должны войти В покой В мир Это некое Как сказать Такое Абстрактное понятие Это не нирвана Но это Как покой в Боге Это мир Шалом Который наполняет Твою душу И ты знаешь Что Христос не пошутил Когда сказал Свершилось Аминь Свершилось Значит свершилось Аминь И это также Тот момент Когда ты понимаешь Что сколько бы Дел тебя не дергали И не говорили Сделай меня Сделай меня Еще нужно вот это Еще нужно вот это И вот это нужно еще сделать Ты понимаешь Знаете Как какой-то Я не знаю К месту не к месту Как какой-то рекламе И пусть весь мир И пусть весь мир подождет Сейчас я с Иисусом Аминь Пельмени Подождут Это подождет То подождет Все что меня в этой жизни Разрывает на части Обязательства То То И не то чтобы Это неправильные обязательства Мы не должны убегать от них Но мы должны понимать Что До того как мы обретем Мир у его ног До того как мы примем Его благое слово Мы способны Лишь своей силой Что-то делать Бежать И ничего Кроме разочарования Как в общем-то И Марфа пережила Мы не обретем Но если мы выберем Благую часть Как Мария Мы непременно успеем Сделать и все Обязательства Которые у нас есть Аминь Поэтому давай Примем решение Быть Марией Аминь Будем Марией Итак Давайте мы откроем 1 Петра 4.10 И сегодня мы послушаем Что хочет сказать нам Петр Который назван Первоапостолом Который По сути Являет для нас Образец служения Пастора Во многом Более того Он был Первым руководителем Церкви Епископом Римской церкви Церкви в Риме Он был Образцом Он сам пишет 5 главе Первого послания Петра Он говорит Я пастор и сопастор Вам Умоляю вас Пастори и сопастори И так далее То есть он называет себя Пастором Христос доверяет ему Пасти свою церковь Он является Образцом Пастора Полагающего Жизнь свою За овец На самом деле Когда он был Пастором в Риме Он Не просто Хорошо Говорил Или что-то Делал Как-то служил Людям Он положил Жизнь свою За церковь Если вы знаете Историю Если вы знаете Что рассказывают Предания Церковные Которые Имеют Которые Исторические Что Петр Был Будучи пастором И епископом Римской церкви В Риме Когда начались Гонения Как Один из Ключевой Лидер Старший лидер Он хотел Уйти От гонений Спасти себя Потому что И наверное Ему советовали И наверное Это было мудро По-своему Сохранить лидера Потому что Церковь Должна Идти дальше И когда они Узнали Об опасности Петр Решил Уйти Из Рима Но когда Он шел Из Рима На дороге Он встретился С одним путником Которого Он сначала Не узнал Этот путник Шел В Рим И Петр Удивился Почему этот путник Идет в Рим Все сейчас Убегают Из Рима И этот путник Задает Петру Вопрос Известный вопрос Который стал Названием Целой книги Камагридеши Или Куда идешь И Петр Отвечает Куда иду Я спасаюсь Себя От гонений Я ухожу Из Рима Потому что Там церковь Преследуется И тогда Этот путник И спрашивает А ты куда идешь Он говорит А я иду В Рим Чтобы страдать И еще раз Быть распятым Вместе со своей церковью И в этот момент У Петра Открываются глаза И он понимает Что этот путник Христос Который идет В Рим Чтобы снова Страдать Со своей церковью И Петр Тут же Разворачивается И возвращается В Рим И вскоре он арестован И отдает жизнь свою За Господа Но мы понимаем Что этим он подтвердил Своё призвание Как пастора Быть со своей церковью До конца Аминь Итак Дорогие Мы видим Что он исполнил Слова Иисуса Который сказал Если ты меня любишь Тогда паси овец моих И если первый раз Он не выдержал И мы знаем Что он трижды Отказался От Христа То потом он трижды Подтверждает Свою любовь к Христу Которая должна была Выразиться В заботе о церкви В заботе о теле Христа И вот этот пастор Который доказал Не только словом Но и жизнью Что он любил овец Он сегодня Нас вдохновляет И говорит к нам Через своё послание Следующие слова 1 Петра 4.10 Служите друг другу Каждый тем даром Какой получил Как добрые домостроители Многоразличной благодати Божьей Служите друг другу Каждый тем даром Который получил Как добрые домостроители Многоразличной благодати Божьей Итак Вот эти три первых слова Служите друг другу Это есть название Моей проповеди сегодня Служение друг другу Очень часто, когда мы говорим о служении, мы имеем в виду какое-то профессиональное служение. Мы имеем в виду служение пастора, мы имеем в виду служение консультант, служение такое, служение такое. Мы имеем в виду некую узкую область, в которой мы специализируемся или чувствуем наше призвание, или мы хотим двигаться в чем-то, мы хотим действовать. И это служение, совершенно верно. Но есть также служение внутри тела Христа, где каждый человек может, независимо от того, какая у него узкая специализация в служении, быть благословением для другого. В Писании я был удивлен, когда исследовал Новый Завет, как часто, как много, я вообще-то даже сбился со счета, сколько раз Писание использует эту фразу «друг другу», не специалист специалисту, а друг другу, брат брату, один другому, каждый ближнему своему. Я был удивлен, сколько раз этот оборот используется, подразумевая не столько профессиональное служение какое-то, сколько служение верующего, одного члена церкви, другому члену церкви. И я верю, что это как раз тот путь, который показывает нам Писание, как созидается и строится церковь. Церковь не строится лишь только через профессиональные дары, профессиональное служение определенной группы людей. Церковь строится, когда каждый, как здесь написано, служите друг другу каждый, скажите каждый. Это значит, что каждый из нас, независимо от того, где бы он специализировался, может быть, ты никакой специализации не чувствуешь и думаешь, ну что я вообще мог бы делать. Ты можешь служить кому-то в церкви, и это то, как мы строим, здесь написано, тогда мы будем добрыми домостроителями. Итак, мы строим какой-то дом, мы строим церковь. Писание говорит, что мы являемся домом духовным, а каждый из нас по отдельности является строительным камнем. Аминь. И из нас Господь строит свой храм, церковь. Каждый из нас является камнем, но здесь Писание говорит так же. В Ефесянам 4, 15-16 уже апостол Павел, равно апостольский, равный Петру, один из ведущих апостолов, апостол язычников, говоря о церкви, говорит, что церковь, как тело Христа, должно составляться через взаимно скрепляющие связи. Итак, мало, когда есть просто кладка. И представьте себе, какой будет кладка, если просто кирпичи сложить друг на друга без цемента или без раствора. Это небольшую нагрузку она может выдержать. Итак, если кирпичи, если камни не связаны друг с другом, если нет этой взаимно скрепляющей связи, тогда на самом деле неважно, как величественно выглядит храм, в нем недостает крепость. Я помню, однажды я был в одном, это как форт такой, как старинная крепость, построена в 12 веке. И когда я осматривал стены этой крепости, я был удивлен, насколько они хорошо сохранились. Такое впечатление было, что они еще столько же могут простоять, и с ними ничего не случится. И никто ремонт особо там не делал. И я спросил у людей, которые там работают, я сказал, а почему, в чем секрет, почему так долго простоял эта крепость? И они мне начали говорить, что ты знаешь, весь секрет в растворе, который они использовали. Вот этот раствор, эти взаимно скрепляющие связи, потому что если бы они сложили эти валуны вместе, не получилось бы ничего. Но вот этот вот раствор, который скреплял эти камни, он дал возможность этому зданию стоять. И вы знаете, есть там разные городские легенды. Везде есть такие, в каждом городе есть городские легенды. Я не знаю, во скольких городах я был, где мне рассказывали, у нас есть речка течет, которую японцы хотели очистить. Но только сказали, все, что мы найдем, наше. Я не знаю, в каждом городе я слышал, с разными вариациями, иногда японцы, иногда канадцы. Так вот, в этом месте, в этой крепости тоже была своя городская легенда. Они говорили, что это раствор, руками мешали. На яичном желтке заводили. Я говорю, так это же блины. Ну то есть, если даже ты в осаду попадешь в этой крепости, ты с голоду не умрешь. Ты можешь раствор просто выковыривать и все. Но суть в том, что как бы там его ни делали, я понял, ключ к тому, что это здание было крепко, было во взаимно скрепляющих связях. То есть, то, что соединяло эти, казалось бы, ничем не соединенные кирпичи. То же самое говорится о церкви. Что что-то должно нас соединять. И здесь сказано, что мы являемся этими домостроителями, которые строят вместе церковь. Итак, мы строим церковь. Аминь. Скажи, я строитель. Как же мы это делаем? Среди прочего, служение друг другу как раз и есть то связующее звено или взаимно скрепляющая связь, которая делает церковь прочной, мощной. Если каждый из нас, потому что именно там в Ефесянам 4, 15, 16 говорится, когда каждый член действует в свою меру. То есть, не надо сверхмеры, но в свою меру. Каждый что может. Не требуется от кого-то больше, чем он может. Но в свою меру. Тогда тело получает приращение. То есть, растет. Для созидания самого себя в любви. Итак, что такое созидание? Это строительство. Церковь строится, когда каждый понимает, у меня есть какой-то дар. И я могу этим даром служить другим людям. Аминь. Я могу быть благословением для других людей, используя то, что Бог мне дал. Аминь. Дорогие мои, нам нужно помнить о том, что наши дары не только для нас, они также для других. Служа друг другу, мы как раз и строим церковь. Итак, как же я формируюсь? Я формируюсь, когда мне служат, и я формируюсь, когда я служу. Есть две таких, две рельсы, которые идут параллельно все время. Которые в моей жизни никогда не должны переставать. Как два потока, которые никогда не должны оскудевать. И это мое служение другим людям, которые исцеляют меня от эгоизма. И убирает фокус с меня. Иначе я все время на себе был зациклен. И это очень нездорово для христианина. Я бы даже сказал болезненно. Аминь. Мне нужно научиться убирать взор от себя. Убирать, перестать на себя смотреть. Смотреть на Иисуса. И когда я смотрю на Иисуса, я вижу, как Он любит меня, как Он меня принимает. У меня возникает желание и мотивация. Здоровая мотивация. Не рожденная от давления какого-то. Но от радости, от благодарности. Передать то же самое другим людям. Поэтому мы читали с вами местописание, что эти две заповеди идут вместе. Вообще, эта история удивительная. Мы читали историю, когда Иисус, отвечая на вопрос, какая самая большая заповедь, говорит, что две. Возлюби Бога и ближнего своего, как самого себя. Начало этой истории, дорогие, не очень хорошее. Там написано, что книжник подошел или законник и, искушая его, спрашивает. В общем, то, что началось с искушения, стало удивительным уроком, который Иисус преподал всем нам. И то, что началось, в общем-то, плохо, как искушение. Искушение – это что-то не очень приятное. Иисус поворачивает это и использует как величайший урок. Это, на самом деле, наверное, одно из самых сильных мест Нового Завета. Где Христос открывает две главных заповеди Нового Завета. Возлюби Бога и возлюби ближнего. Итак, как же мы можем служить друг другу? Когда я начал смотреть Новый Завет, я, как уже сказал вам, был удивлен, как часто Библия говорит друг другу. Оказывается, не только несколько человек служат, а остальные только пассивные рецепиенты. То есть, принимающая сторона все время. Оказывается, есть часть в церкви, которую выполняет каждый. Аминь. Каждый мы можем служить друг другу. И когда я начал смотреть, я удивлен был, как же много мы можем все делать друг для друга. Ну, во-первых, Библия говорит о том, что мы можем... Я приведу несколько примеров наиболее ярких мест Писания, но потом сосредоточусь на четырех. Аспектах того, что мы можем делать в церкви друг для друга. Чтобы укрепить церковь, и чтобы было еще больше этих взаимно скрепляющих связей, когда мы, служа друг другу, являемся добрыми домостроителями. Например, как бы это ни звучало сейчас для нас, ну, как сказать, заезжено немножко, даже, может быть, как клише чуть-чуть. Давайте вспомним слова Христа. Евангелие от Иоанна, 15-12. Сияя заповедь моя, любите друг друга. Вы знаете, любовь это такая интересная субстанция, она вообще не может быть без другого человека. Если человек любит самого себя, это болезнь. Ну, по крайней мере, психологическая травма какая-то, если он вокруг себя все время только вращается, если он только, я имею в виду, самого себя любит. Был такой человек, помните, в греческой мифологии звали его Нарцисс. Он себя только любил. Безумно, безумно, самопожертвенно, просто, как сказать, самозабвенно он влюбился в самого себя. И вы помните, как эта история закончилась. Он смотрел в реку и увидел там свое отражение, и просто прикованный, не мог оторваться, в итоге превратился в цветок. Красивый, но лучше было ему оставаться человеком. Нарцисс сегодня есть, да, это легенда такая, якобы, как получился этот цветок. Итак, любовь обязательно нуждается в объекте, то есть, кого мы любим. Итак, любите друг друга. В церкви есть удивительная возможность, дорогие мои, демонстрировать ту любовь, которую Бог даровал нам, другим людям. Аминь. Причем очень часто мы считаем, что недостатки других людей являются препятствием для демонстрации этой любви. Но ничего подобного. Недостатки других людей, их несовершенство, это возможность для нас проявить Божью любовь, которая покрывает недостатки. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Нежность. Что такое нежность? Нежность – это то, что мужчины так трудно и долго понимают. Но мы не безнадежные мужчины. Даже нас можно перевоспитать. У многих жен это получается, я шучу. Господь помогает нам, Он нас перевоспитывает. Но нежность – это очень важное качество, которое вместе с любовью идет. Это мягкость, это тепло, такое уютное тепло, мягкое тепло, которым ты окружаешь свой подход к человеку. Писание призывает нас демонстрировать это друг к другу. Аллилуйя. В почтительности, то есть в уважении, друг друга предупреждайте. Как хорошо уважать друг друга. Согласитесь, немного вещей нас задевает больше, как неуважение. Когда тебя не уважают, неприятно. И с другой стороны, если нас с тобой уважают, нам очень хорошо, правда? Ну, если все нормально, то нам нравится это, правда? Заметьте, вот подумайте сами, вспомните какой-то случай. Вы были где-то, и вы пережили там уважительное отношение к себе. Вам хочется туда вернуться? Или вы были где-то, и вы пережили там не очень уважительное отношение к себе? Ну, только, конечно, если Дух Святой поведет вас, вы пойдете. Но немножко как на Голгофу. Из послушания, но не из желания. Из послушания Господу, да, ну, из желания быть послушным Богу, да. Мы, тем не менее, можем, конечно, это сделать. Но все-таки Писание говорит и призывает нас уважать, быть почтительными. То есть, уважительными друг к другу. Ты скажешь, как же я служу другим людям? Когда я демонстрирую любовь, когда я демонстрирую уважение, я строю церковь. Я созидаю эти взаимно скрепляющие связи. И это еще не все, дорогие мои. Принимайте друг друга, римлянам 15.7. Как Христос вас принял. В этом мире столько отверженности. Столько людей чувствуют себя никому не нужными, брошенными. Сегодня в мире есть такое даже явление, красивое слово есть, астракизм. Когда кого-то изгоняют из общества, делают белой вороной. Ты нам не подходишь, давай отсюда. Не надо быть в нашем круге. Люди очень избирательны в том, кого они приближают. Если тебе кто-то не нравится, ты сразу же начинаешь дистанцироваться от этого человека. Но Писание призывает нас принимать друг друга, как Христос нас принял. Дорогой мой брат и сестра, мы все, позвольте мне быть откровенным сегодня, немного странны в глазах Бога. Смею предположить. Мы-то, конечно, не в своих глазах, в своих глазах. Мы, конечно, не считаем себя странным, мы считаем кого-то странным. Но я думаю, что мы все в глазах Бога бываем странными. И тем не менее, Он все равно принимает нас. Когда я прихожу к Нему, я не чувствую никакой отверженности. Я не чувствую, что Он говорит, слушай, ты не в моем вкусе. Ты вообще ведешь себя иногда странно? Тогда говоришь ерунду какую-то вообще. Шутишь не в попад. Ладно, это не относится к присутствию. Это со мной бывает только. Хорошо. Принимайте друг друга. Когда мы открываем свое сердце и принимаем других людей, мы утверждаем их в том, кто они, мы служим и строим взаимно скрепляющие связи. Давайте смотреть дальше. Павел говорит уже в Римлянам 15.4. Наставляйте друг друга. Что это значит? Это значит делиться жизненным духовным опытом. Помогайте друг другу. Делитесь духовным опытом друг с другом. Мы об этом чуть позже потом поговорим. Евреям 10.24. Будем внимательны друг к другу. Вот еще как я могу служить другим людям. Будьте внимательны друг к другу. Может ли внимание кому-то послужить? Особенно человеку, который обделен вниманием. Может ли любовь кому-то... А я думал, я должен обязательно что-то такое вот сделать. Нет. Любовь может кому-то послужить. Внимание может кому-то послужить. Принятие может кому-то послужить. И когда мы этим служим, мы соединяемся крепче друг с другом. Мы становимся сильнее, как церковь. Если я это удерживаю для себя. Если, например, внимание. У человека всегда есть свои какие-то дела. Мы бываем невнимательными и нечувствительными к другим людям. Мы все... Я неоднократно ловил себя на этом, что я бываю невнимательный к нуждам других людей. Даже к нуждам внутри семьи, например. Иногда эти нужды уже просто кричащие. Но мы невнимательны, потому что мы заняты собой. Вообще, это самая большая проблема, когда мы заняты собой. Надо все время себе напоминать. Эй! Очнись! Хватит быть занятым собой все время. Есть тысяча причин быть занятым собой. О, я сейчас чувствую здесь так, а здесь так, и здесь так, и тут так. И сейчас я вот это переживаю, я вот это прохожу. Сейчас я туда иду, оттуда выхожу. Вот это прохожу в своей жизни. Да какая разница, что я хожу, выхожу и прохожу. Я не могу быть зациклен только на себе. Я обратил внимание, там, иногда я так сильно предаюсь, бывает, анализу того, что я прохожу. А в это время 20 человек вокруг меня проходит что-то другое. Но я не вижу это. Я не обращаю внимания на это. Потому что я занят собой. И Господь этого не хочет. Потому что он тоже что-то проходил. Но он был внимательный к другим людям. Он проходил, и он куда-то шел тоже. Однако он всегда замечал. Замечал горящие глаза. С дерева на него смотрящие. Помните, Закхея. Замечал кого-то, кто кричал ему. Замечал детей, которые приходили к нему. Которых ученики не хотели замечать. Он всегда замечал. Потому что он жил совершенно неэгоистичной жизнью. Мы еще не там, но мы можем к этому стремиться. Итак, будьте внимательны друг к другу. Поощряя к любви и добрым делам. Оказывается, внимание способно мотивировать. То есть поощрять. Мотивировать. Правда, внимание поощряет. Я помню, как однажды пастор Мацул рассказал, что он где-то прочел исследование, что больше всего человека мотивирует. Решили люди исследовать, психологи, что больше всего мотивирует. Работника, например. И как вы думаете, это зарплата? Нет. Оказалось, что больше всего людей мотивирует внимание руководителя. Даже не зарплата. То есть если думать так, что больше платить человек будет мотивированней, не всегда. Не факт. Ну вот, например, внимание руководителя поощряет к добрым делам. Так что человек, внимание, значит, что-то у кого-то хорошо получилось, ты заметил это. Ну, например, не мешает это вам помнить с нашими детьми, например, да? А то мы все больше замечаем плохое, что они делают. Ругаем все время их. Мы ходим за ними, как будто ищем все время что-то. А не бери. Если бы мы замечали хотя бы половину доброго, что у них получается, они были бы нам очень благодарны. Не будьте друг к другу добры. Вау. Вообще такие удивительные слова. Будьте добрыми друг к другу. Извините, что я сегодня такие очень простые, прописные, затертые, может быть, даже избитые вещи говорю. Однако это то, что нас призывает Слово Божье делать. Я заметил, что чем проще истина, тем легче потерять ее смысл. Поэтому Петр говорит, опять же, в своем послании, что я напоминаю вам, чтобы мы не потеряли чистый смысл. То есть истинный смысл вещей. Например, мы используем фразу «Бог благословит тебя». Мы так часто ее используем, что теряем ее истинный смысл. Что это значит вообще? Что мы благословляем кого-то вообще? Что я высвобождаю благословение Божье. Точно так же и многие другие вещи. Знаете, я заметил иногда уже христиане, у них аж начинается такое... Когда, например, говорят, давайте любить друг друга. Давайте. Начинаем с понедельника. Почему? Потому что это так часто, иногда это бессмысленно вообще употребляется нами. Что мы не задумываемся на самом деле. А если мы начнем думать, когда мы говорим, давайте любить друг друга, давайте полагать свои жизни друг за друга, как Христос отдал себя в жертву за нас. Это простые вещи. Но, дорогие мои, однажды я был в Донецке, была конференция. Была конференция, проповедовал. Я был переводчиком, я переводил пастора Ульфа. И там тоже проповедовал Кеннет Копланд. И Кеннет Копланд проповедовал такую простую проповедь, как он много раз проповедует о вере и о любви. Что надо ходить в вере и надо ходить в любви. Кто слышал Кеннет Копланд, знает, что у него много таких проповедей. Он проповедник веры, проповедник о любви, что надо любить, надо прощать, ходить в прощении, тогда вера действует, бери обетование и так далее. Хорошее послание. Пастор Ульф сидел на первом ряду, слушал, я сидел рядом с ним, после собрания он поворачивается ко мне, Говорит, ну как тебе проповедь? Ну я такой умудренный опытом, многолетний, отягощенный многолетним опытом проповеди человек. Шучу. Но я говорю, ну хорошая проповедь, простая, хорошая проповедь. Пастрюль посмотрел на меня так и говорит, простая? Да, простая, пока не начнешь исполнять. Есть такие вещи, которые кажутся простыми, пока ты не начнешь это исполнять. А когда ты начнешь это исполнять, ты поймешь, что чтобы это исполнить, нужно всю свою жизнь положить на это. Например, любить и любить. Это потребует, когда мы начинаем практиковать это, мы понимаем, что я должен умереть без остатка весь. Только тогда у меня получится. И я должен полностью положиться на Христа в том, чтобы он мне помог это делать, только тогда у меня это получится. Будьте друг к другу добры. Простые слова. Однако какой огромный дефицит добра сегодня наблюдается в мире? Добра такого, который мы находим в Боге. Писание говорит, что Бог добр и к неблагодарным, и к злым. Добрых людей на вес золота. Их не так много. Давайте постараемся ими стать. Будем стремиться. И на самом деле доброта это что-то, что мы запоминаем надолго. Особенно незаслуженная доброта. Библия говорит, что благость Божья, то есть доброта Его, ведет нас к покаянию. Не Его строгость даже, но Его доброта. Я прочел однажды одну фразу, которая меня так задела и засела в сердце. Неизвестный автор сказал так, когда я был молодым, мне нравились сильные. И я сказал аминь. Потому что я был таким же. Когда я был, мне нравились сильные. Мне нравились брусли. Но я был не христианином, пожалуйста. Мне нравились такие, кто сильные. А потом я стал верующим. Но мне все равно сила, только другого плана больше нравилась. Когда я стал старше, этот человек сказал, я изменился. Мне начали нравиться умные. Но это уже прогресс, да? Он говорит, а теперь я старик. И я особо ценю добрых людей. И я подумал, когда я эту фразу услышал, что человеку потребовалась вся жизнь, чтобы понять, что же важно на самом деле. Что же важно на самом деле. Это не значит, что сила не важна, нам нужна сила. Это не значит, что ум не важен, нам нужен ум. Но он говорит, когда я состарился, я понял, что же важнее всего этого. Он говорит, теперь я особо ценю добрых людей. Давай будем добрыми. Библия говорит, что когда я служу другим, будучи добрым, как Бог, сострадательный, прощайте друг друга, как Бог во Христе простил вас. Я служу другим людям и опять созидаю церковь. Созидаю, чтобы камень камню ложился прочно. И чтобы были взаимно скрепляющие связи, когда я служу другим людям. Мы будем позже принимать святое причастие. Это еще одно из связующих звеньев того, что соединяет нас и делает плотным, сильным. Вы знаете, в то же самое время были и другие технологии, скажем так, строительства, где не использовались вот этот вот раствор, но просто камни настолько подгоняли друг к другу, что они практически слипались. Тоже древние технологии. Так вот, и в нашей жизни тоже, когда мы служим друг другу, у нас есть возможность, как мы друг друга обтачиваем тоже. Потому что мы вращаемся в среде, и это нормально. Когда мы соприкасаемся, и это помогает нам лучше соединиться. Когда мы принимаем причастие, это возможность также пережить это единство, потому что причастие также то, что соединяет нас, потому что Писание говорит, что мы все причащаемся от одного хлеба. И это тоже что-то, что подчеркивает и сверхъестественно высвобождает благодать единства в теле Христа. Итак, будьте друг к другу добры, носите бремена друг друга. Вот еще что я могу делать. А знаете, что такое носить бремена? Я тоже попозже немножечко поподробнее об этом поговорю. И таким образом исполните закон Христов. Закон Христов возлюби Бога и ближнего твоего, как самого себя. И он проявляется в том, что я готов нести бремена других людей. У нас у всех есть свои бремена. Но мы призваны быть теми, кто подставит плечо падающему. Сегодня я чуть позже об этом скажу, но я не буду сейчас тогда отвлекаться на это. Итак, утешайте друг друга, написано. 1 Фессалоникийцам 4,18. Говорите истину каждой ближнему своему. Такое благословение, когда рядом есть человек, который правду говорит. Правда? Аминь. Причем в любви это делает. Это бесконечное благословение. То, что истина сделает нас свободными. Увещевайте друг друга. Фессалоникийцам 5,11. 1 Фессалоникийцам. Увещевайте. Греческое слово паракалио. Оно вам не напоминает другое греческое слово? Параклетос. Это слово, которое используется в Новом Завете, когда Христос говорит о Духе Святом. Итак, Он говорит. Увещевайте друг друга, паракалио. Будьте как Дух Святой для вашего ближнего в церкви. Твой ближний может быть сегодня отягчен какими-то проблемами, угнетен. Ему надо утешение. И он молится. Господь, помоги мне. И Господь говорит. Сейчас. И знаешь что? Как Он отвечает? Дух Святой сходит на тебя. Чтобы ты паракалио. Чтобы ты служил, увещевал, утешал. Мог служить другому человеку. Аминь. Когда это происходит, мы продолжаем созидать эти кирпичи, эти духовные камни в теле, так, чтобы мы соединялись еще больше. Мы служим друг другу. Каждый тем даром, который получил. Вы знаете, у нас в церкви есть один замечательный пастор. Константин Саплин. У нас много замечательных пасторов. У нас все замечательные. Но я хотел сказать о Константине. У него есть потрясающий дар. От него просто льется радость. Просто, если ты будешь с ним рядом минут пять, если ты страдаешь от депрессии, она у тебя пройдет. А если он еще тебя два раза обнимет, все. Никакой надежды не останется у твоей депрессии. Она просто должна будет уйти. Аминь. Просто дар, который есть у этого человека. Аминь. Будьте страннолюбивы друг к другу. Со всяким смиренно-мудрым снисходите друг к другу в любви. Снисходить можно в гордости, а можно в любви. Это значит проявлять терпение. Когда я проявляю терпение, я служу другому человеку. Когда я нетерпеливый, я не служу, я разрушаю, я разрываю. Когда я проявляю терпение, кротость, я созидаю. Все на самом деле просто. Особенно до тех пор, пока не начал исполнять. Как начинаешь исполнять, понимаешь, Господи, если ты не поможешь, никаких шансов у меня нет. Сделать это. Итак, как же мы можем служить друг другу? Я четыре вещи особо подчеркну. Очень быстро. Когда мы носим времена друг к другу. Когда я готовился к этой проповеди, у меня один герой в Библии всплыл перед глазами особым образом. Мы не часто о нем вспоминаем. Он не... Вы знаете, вот если есть фильмы, то там есть главная роль и роль второго плана. Так вот об этом герое, я не знаю, можно ли сказать, он вообще в эпизодической роли в Библии. В евангельском рассказе о Голгофе он играет эпизодическую роль. Однако она невероятно глубокая и важная по сущности. И этот человек, его зовут Симон Кириньянин. Иногда люди оказываются в трудных ситуациях, которые они не способны снести сами. Даже Христос упал под тяжестью креста. Будучи в церкви, мы регулярно наблюдаем людей, которые под тяжестью обстоятельств, которые на них сваливаются, не выдерживают и падают. Не выдерживают и спотыкаются. Я хочу быть этим Симоном Кириньянином, которого Господь сможет использовать для того, чтобы помочь такому человеку понести его крест. Это мое призвание. Вообще в этой истории я тогда должен быть либо Иисусом, либо Симоном. И я либо сам иду на Голгоф и несу свой крест, либо я помогаю кому-то, кто сейчас в этот момент спотыкается. Марка, 15 глава, 21 стих говорит. Заставили проходящего некого Кириньянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его. Ну, что можно сказать? Можно сказать, что, во-первых, у него была семья. У него было по меньшей мере два сына. Сколько у него было дочерей, я не знаю. Потому что в Евангелиях довольно часто мы сталкиваемся с таким оборотом. Пять тысяч мужчин, не считая женщин и детей. Мы не знаем, сколько у него было девочек. То есть это был человек, ну, обремененный в кавычках или не в кавычках, как вам удобно, но так или иначе, житейской ношей семьи. Что такое семья? Это значит, он живет в стране оккупированной. Он должен платить налоги двойные. Это много вызовов, много проблем, трудностей. Как прокормить семью, как справиться. Вот все житейские проблемы, которые у нас есть, которые часто для нас становятся причиной, заботятся только о себе. Более того, интересная деталь, идущая из поля. Рабочий день закончился. И если мы все знаем, как мы себя можем чувствовать в конце рабочего дня, давайте не забывать, что это была пятница. Это же была пятница, Иисуса распяли в пятницу, да? А что, как мы себя чувствуем в пятницу? Идущий с поля, уставший. У него одна мысль. Домой. Домой. А тут надо нести чей-то крест. Мы всегда будем находиться в этом месте, где у нас как бы и своих проблем хватает. И со своими бы вызовами справиться. А тут как, ну, не как назло, но я не знаю, вот раз, и надо еще кого-то нести. И вот в этот момент проверяется во многом моя готовность следовать закону Христа. Нести бремена друг друга. Греческое слово барбарос. Это значит проблемы, вызовы, обстоятельства какие-то. Там в шестой главе, в пятом стихе написано, каждый понесет свое бремя. А это уже другое слово, фартион, значащее житейские обязанности. В русском одно и то же слово, в греческом разное. То есть я не могу прийти и сказать, брат, исполни закон Христов, заплати за мою квартиру. Это мои житейские обязанности. Я их несу и должен нести. Мои обязанности. Каждый понесет свое время, Писание говорит. Однако бывают ситуации, когда мы перегружены вызовами настолько, что не можем справиться сами. Даже Иисус упал под тяжестью Креста. Другой пример, который я вспомнил. Я хочу быть как Симон Кириньянин. И я верю, когда каждый в церкви готов быть Симоном, мы опять строимся. Аминь. Мы созидаемся как церковь. Крепкие связи друг с другом. И еще один пример, это добрый самарянин. Вы помните? Человек, который отказался пройти мимо и подставил свое плечо, чтобы понести чужую боль, чужие проблемы, чужие трудности. Это закон Христов. Иисус сказал, иди и ты поступай так же. Это уже заповедь. Когда Иисус говорит, делай так. Это уже не просто подумай над этим как-нибудь на досуге. Это значит, это заповедь. Аминь. Мы служим друг другу. Это первое было, когда мы несем бремена друг другу. Мы также служим, когда разделяем друг с другом духовный жизненный опыт. Был некоторый человек, звали его Аполлос, талантливый, красноречивый, но многого не понимал. Проповедовал очень хорошо, но знал только крещение Иоанна. Когда его услышали Акила и Прискила, они его приняли. Помните, мы читали, принимайте друг друга. Они его приняли, несмотря на то, что он странный был. Вы когда-нибудь слышали, как новообращенный проповедует? Аполлос был такой, много огня, не все знает, кое-что не впопад, немножко сумбурно, но они его приняли. И написано, точнее объяснили ему путь Господень. Они сказали, ты молодец, у тебя есть много энергии, много запала, классный ты, но тебе надо чуть-чуть уточнить кое-что. Давай мы тебе поможем. И Аполлос становится величайшим благословением для тела Христа, потому что кто-то послужил ему тем даром, который у него был. Мы и служим, когда мы вдохновляем и ободряем друг друга. Есть огромная нужда в ободрении сегодня у каждого человека. Аминь. Много, нам всем надо ободрение. Мы идем по жизни, жизнь не всегда легкая, не всегда все получается, не всегда мы справляемся. Но так вовремя, или как слово сказанное вовремя, когда кто-то подойдет и скажет, молодец, ты справишься, все будет хорошо. Это так сильно, это строит церковь, ты можешь служить. Это немного требует, иногда мы думаем, о, чтобы служить другим людям, это я должен звезду с неба достать. Нет, не надо. Есть сила маленьких шагов. Я читал как-то об одной семье, которая была на грани развода. И муж в отчаянии воззвал к Богу и сказал, что мне делать, чтобы спасти брак. И я уже не помню точно, ему каким-то образом пришла идея, или кто-то ему сказал, или он получил это как идею, каждый день дарить своей жене маленькие подарочки. Маленькие. Там брелок, цветочек, открыточку, каждый день. Через полгода это был другой брак. Он не купил ей машину, каждый день новую. Маленькие вещи. Это как искорки. Искра там, искра здесь, искра там, искра здесь. И когда каждый делает что-то. Вместе, когда много искр, это уже что? Пламя. Аминь. Давайте мы встанем сейчас. Итак, давайте ободрять и вдохновлять друг друга. И последнее. Давайте любить друг друга, как бы это ни звучало заезжено. Давайте мы поймем, что это не просто бла-бла-бла. Но мы просто подумаем, что я могу делать. Опять же, речь не идет о том, чтобы... Ну, если можешь, конечно, можешь достать звезду с неба, но начни с чего-то попроще. Обычно это в семье легко. Но как? Что мне сделать? Давай я тебе достану звезду с неба. Не надо звезду с неба. Вынеси мусор, а потом звезду достанешь. Сразу же за мусором будет звезда. Аминь. Начинай с чего-то попроще. Как только получится выносить мусор, сразу же получится и звезду достать. Аминь. Послушанием истины. Снова Петр призывает нас в первой главе в 22 стихе. Пастор, который знает, о чем говорит. Пастор всех пасторов. Послушанием истины через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца. А Павел добавляет, равноапостольный апостол язычников, любовью служите друг другу. Галатам 5, 13. Так мы можем служить. Когда мы относимся друг к другу, как описывает Павел в 1 Коринфянам 13 главе. Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует и так далее. Любовь никогда не перестает. Давайте мы помолимся. Прямо сейчас придем к Господу и попросим Его, чтобы Он сделал нас инструментами, которые созидают жизни других людей. В каждом дне. Не обязательно что-то совершенно необычайно, сверхъестественное, но в простоте. Так, как жизнь ведет нас. Когда мы сталкиваемся в повседневной реальности с людьми, кому-то мы уделим любовь, кому-то мы уделим внимание, кого-то мы примем, с кем-то мы поделимся своим духовным опытом, как Акила и Прискила поделились с Аполлосом. Кого-то мы ободрим, кого-то вдохновим, кого-то просто будем любить, примем таким, какой он есть. Что бы это ни было, когда я продолжаю это делать, вот эти простые, казалось бы, вещи, но которые кажутся только простыми, пока мы не начали их делать, но которые потребуют от нас всей самопожертвенности, всей жертвы, всей нашей жизни, всех наших сил на самом деле, но которые принесут плод. тогда мы увидим, как для многого количества людей мы сможем стать благословением и насколько сильными станут взаимно скрепляющие связи между нами. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя. Приходим к Тебе сейчас и просим, чтобы Ты сделал нас Твоими инструментами, Господь, для служения друг другу в теле Христа. Мы внимаем сегодня словам Петра, который говорит, служите друг другу, каждый тем даром, который получил. Мы хотим сегодня, Господь, быть добрыми домостроителями Твоей благодати и служить Тебе тем даром, который мы получили. Служить другим людям тем даром, который мы получили. Дай нам, Господь, быть всегда в правильном месте, в правильное время, чтобы оказаться рядом, чтобы быть как Симон Кириньянин, человек, о котором мы, может быть, не так много знаем, но который оказался в правильном месте, в правильное время и который подставил свое плечо, чтобы помочь тому, кто изнемогал. Дай нам быть как добрый самарянин, который не прошел мимо, но разделил бремя другого человека с собой и понес часть этого бремени, спас жизнь таким образом. Мы молимся сейчас об этом. Сделай нас такими инструментами. Во имя Иисуса. Мы посвящаем свою жизнь и мы хотим, Господь, чтобы Ты использовал нас так и нам быть добрыми домостроителями Твоего Царства. Во имя Иисуса. И весь народ сказал, Аминь. Слава Господу. Перед тем... Да, давайте дадим Господу аплодисменты, хвалы. Перед тем... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова